Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодня я собралась, накрасилась и сняла для вас этот мини-макияж, мини-такой сбор. Я иду на концерт Муми Тролля, на концерт Ильи Логутенко и его группы. Я никогда не думала, что, живя в Сиднее, я посещу его концерт, но когда мы узнали, что он приезжает, конечно, мы не могли не пойти, поэтому я вся в предвкушении, вся в эйфории и покажу вам, как я собираюсь, как я крашусь. Ну, ничего особенного, минимум-миниум всего, минимум макияжа, много цвета, много красного. Ну, такое у меня сегодня настроение. Надеюсь, вам понравится. Я умыла лицо вот этой умывалкой, вот этой пьяный слон. Очень классная умывалка, без запаха, без красителей, идеально смывает макияж, но, к слову сказать, я не очень сильно крашусь, поэтому мне она очень подходит. Вот такая умывалка, я ей очень довольна. Сейчас нанесу крем. Это тоже такой гель, вот такая у него текстура, очень лёгкая, гелевая, пьяный слон тоже. Вот так вот его вобью. Он очень быстро впитывается. И буду краситься. Я не хочу делать очень яркий макияж. Я никогда не хочу делать яркий макияж. Ну, не знаю. У меня будет ярко достаточно одежды, я потом вам всё покажу. Поэтому... Вот так нанесли мы крем. Подожду немножко, когда он впитает. Тональные средства от Chanel. Это Lumiere Verlet в оттенке 40 Beige. Мне она нравится. Вообще, в жизни я не пользуюсь тональными средствами. Если хочу совсем чуть-чуть, то вот я использую вот эту вот... Такую немножко брондирующую... Брондирующий тон, который можно делать только на выступающие. Но вот эту я как бы сегодня же иду out. Поэтому я его... Вот столько буквально я наношу на пальцы. И слегка его... Чтобы вообще не было видно, что вы там что-то на себя нанесли. Давайте ещё возьму немножко. Вот прям вот столько. Мне нравится. Мне нравится, какой эффект от неё. Он такой... Получается... Бархатистая кожа. Полупрозрачная. Конечно, если какой-то большой прыщ, как у меня вот тут... То он не перекроет вам. Но... Тем не менее. Прыща потом замажу. Всё, накрасили. Сейчас я помою руки. Буду делать... Бронзер. Опять. Я люблю очень этот бронзер. Вот так я его набираю. Стараюсь нарисовать немного скулы, которых... Особенно нет. Но, тем не менее. Обожаю этот бронзер. Он вообще невидимый. Невесомый. Очень легко растушевывается. И придает, конечно, такой... Такой немножко... Отдохнувший вид. Даже не немножко, а немножко. Посмотрите, как сильно я его люблю. Ну, это я ему уже сколько... Сколько пользуюсь. Довольно-таки давно. Бронзером нам красили. Слегка освежили... Наше лицо. Румяна нанесу вот этой кисточкой. У меня румяна шантыкай. Это оттенок прайд. Его уже нет. Это когда-то был лев. Но сейчас уже практически ничего не осталось. Видите? Я тут хочу их уже вообще добить. Ну, ой, на самом деле, да. Их нужно уже выкинуть. Все. Вывалились. Вот так я их наношу. На нос. Делаю такой... Ну, мне нравится, когда так выглядит лицо. Очень натуральный получается эффект, когда вы делаете вот как бы линия загара. Вот такая вот у вас идет. Чуть-чуть на мелкие. Дальше буду делать глаза. Глаза я буду делать таким самым нейтральным оттенком. Это Hourglass с палитрой. Вот просто, вот знаете, пальцем кладу и буду. И буду пальцем вот так вот. Зеркало, конечно, в телефон очень неудобно краситься. Монетроли я, конечно, очень люблю. Я его начала слушать еще в школе, когда только появилась группа. Знаете, я сейчас, пожалуй, лучше в зеркало буду смотреть. Когда только группа начинала свое, как бы, восхождение. И это, ну, это вообще, это моя юность, моя молодость. Конечно, я и сейчас еще не старушка. Вообще, все делала в голове сколько нам лет. Поэтому, когда я узнала, что Монетроли приезжает в Австралию, это было, конечно, вот... Мы не могли мне пальцем. Узкий карандашик. Очень так легонько я им тук-тук-тук. Обожаю Монетроли, обожаю... Ну, я все его альбомы слушала. Сказать, что мне ничего не нравится, такого просто невозможно. Мне практически у него все нравится. Все его творчество, его харизма, его видеоклипы. Я, честно говоря, даже не думала, что когда-нибудь я попаду в Сиднее, я буду жить в Сиднее, и попаду на концерт группе Монетроли, на Логутенко. Блонд, гель для бровей от Шанель. Немножку так их причешу. Вверх. И буду делать ресницы. Собственно, макияж все. Вот я сделала очень простые глаза, ресницы, и будет акцент на губы. Я буду делать очень ярко-красные губы. Ресницы, конечно же, Шанель для объема. Моя самая любимая тушь. Я ее просто обожаю. Ну, бета-дэнс секса от Ту-Фейс тоже неплохая, но она все-таки, она склеивает ресницы, суховатая она, конечно, по сравнению с Шанель. Шанель самая лучшая, на мой взгляд. Лучше не бывает. Ну, вот буквально пару взмахов, и вот сразу ресницы, глаз. И буду делать губы. Губы я буду делать помадой By 3. Вот такая помада. By 3. Ружь Эксперт Кликстик в оттенке 17 Red. My Red называется она. Я обожаю эти помады. Они лучшие, что со мной было в этой жизни. Не, ну, конечно, Шанель тоже мне нравится, но вот эта вот конкретно помада, она вообще практически не сушит губы. Она идеальна. Я буду делать немножко такой смазанный эффект. Так вот, мы их раскрываем. Я буду все-таки использовать зеркало. Зеркало не очень. Потом мне нужна будет кисточка. Я положу сюда кисточку. Сюда положу. Вообще, ее можно накрасить даже без зеркала, потому что вот этот вот четкий контур, он повторяет контур ваших губ. Вот так. Сейчас мы это промокнем. В туалете всегда есть чем промокнуть губную помаду. И сделаем еще один по центру слой. Все, помада нам больше не нужна. Мне теперь нужна только кисть. Я буду делать немножко такой смазанный, размазанный контур. Я беру вот такую маленькую кисть. Это кисть от Шанель. Она была где-то в каком-то... Где-то она, короче, была. И просто вот так слегка размазываю контур. Чтобы не было такого четкого контура. Немножечко... Должна быть небрежность, что ли. Как-то так. Ну вот как-то так у меня получилось. Вот тут у меня немножко скосило. Сейчас я поправлю. В общем-то все. Мой макияж готов. Сейчас поправлю по центру губы и буду одеваться. Вот такой макияж. Ну, никакой практически. Но он есть. Так. И, наверное, сделаю немножко еще румяной помаду. Сюда на щеки, чтобы поддержать губы. Вот так. Так. Что я одеваю? Часть на мне уже одета. Вот там такая базовая комбинация, которая я ее отзываю вообще подо все. Но это очень удобно. Это очень удобно. Это мой халат. Мы его положим сюда. Я одеваю вам супердизайнерскую вещь. Вот Акира Исагава. Акира Исагава, я уже говорила, это мой любимый дизайнер здесь, в Австралии. Это такая худи с капюшоном. Абсолютно прозрачная. Я ее просто одену, начинает черную комбинацию. Сейчас принесу, какие я одену куклуки. И покажу, какую я сумочку возьму и какой аромат. Я надеюсь, что можно будет записать видео на концерте. Она такая вообще безразмерная. Вот так. Сейчас я покажу, какие туфли, какая сумка. Значит так. Я пойду вот в этих вот туфлях. Нет, не туфли. Это меня, наверное, ботильоны называют. Это мои самые любимые ботильоны. У них небольшой каблук, но они очень удобные. Это Тим Банстинберген, такой дизайнер бельгийский. И возьму вот эту свою сумку. Это сумка Дел Ву. Тоже бельгийская. Ну, это мои самые любимые сумки в мире. Такая она маленькая. Как раз положу туда помаду. Помаду. В каждой сумке уже есть зеркальце. Вот такое. Дел Ву. И... А мне только помада нужна. Мне больше ничего не нужна. И аромат. В каком я буду аромате? Я буду вот в этом аромате. Это наркотик Винус. Наркотик Ви. От Носоматы. Это мой новый аромат. Я не буду о нём сейчас ничего говорить. Что я о нём думаю. Как первый день сегодня я его ношу. Облаком сейчас. И на этом всё. Пока-пока. Я пошла. Пока.